Нашей планете уже примерно четыре с половиной миллиарда лет. Серьезный возраст. За это время произошло много непонятного. Материки то появлялись, то исчезали. Я этого не застал. Однако миллиард лет назад появился огромный суперконтинент, который поглотил всю сушу, изменив ее до неузнаваемости. И возможно это повторится снова. Совсем скоро. В масштабах геологического времени. Невозможно точно определить, когда суша объединилась в суперконтинент Родиния и когда тот раскололся на части. Но ученые считают, что подобный цикл повторяется примерно каждые 600 миллионов лет. Континенты объединяются в огромный массив суши, а моря сливаются в гигантский суперокеан. Затем происходит обратный процесс. Первым сверхконтинентом была Нуна. Она появилась примерно 2 миллиарда лет назад и раскололась на части приблизительно через миллиард лет. Затем спустя еще несколько миллионов лет возникла Родиния. Ее название происходит от слова родить. Родиния выбрала в себя все части суши, а затем примерно 750 миллионов лет назад раскололась. Вот такой загадочный суперконтинент. Как вы понимаете, движение континентов происходит со скоростью черепахи. Даже гренландская полярная акула, создание живущее дольше всех на планете целых 400 лет, не смогло бы застать процесс формирования Родинии от начала и до конца. А вы бы хотели увидеть один из суперконтинентов, если бы представилась возможность? Расскажите в комментариях. У нас мало сведений о том, где возникла Родиния. Однако геологи постоянно находят новые подсказки, разбросанные по всей планете. Итак, со временем Родиния начала распадаться на части, это происходило поэтапно. Разлом был спровоцирован мантийными плюмами, горячими потоками расплавленной породы в мантии Земли, которые двигались от земного ядра и постоянно расширялись. Это вызвало небывалые извержения вулканов, последствия которых находят на всех континентах. Через 200 миллионов лет после первичного раскола образовался новый океан. Он получил название Япетус и перестал существовать 400 миллионов лет назад. Океан возник в южном полушарии и омывал берега трех континентов, а именно Лаврентии, Авалонии и Балтики. Но история повторилась, океан исчез, а части суши, объединившись вновь, сформировали новый суперконтинент – Паннотию. Нужно сказать, что родиния уникальна по ряду причин. Прежде всего, изначально она была совершенно пустынной и безжизненной. На ней совсем не было растительности. Никаких деревьев или кустарников. Ничего. Суперконтинент был образован в то время, когда жизни на суше еще не существовало, но все изменил озоновый слой. Озоновый щит начал формироваться немногим позже появления родинии. Солнечный свет, воздействуя на молекулы кислорода, расщеплял их на отдельные атомы. Интересно, что озон, в отличие от кислорода, которым мы дышим в составе воздуха, состоит из трех атомов кислорода, а не двух, что выражается формулой О3. Появившийся озоновый слой начал поглощать огромные дозы солнечной радиации. Благодаря этому на суше расцвела жизнь. До образования озонового слоя она встречалась лишь в океане и была представлена сине-зелеными водорослями. Однако защитный слой способствовал появлению новых форм жизни и процессу эволюции. Приняв новых обитателей, родиния начала разделяться на части. Появились новые океаны. Морское дно расширялось, что привело к нагреву океанических литосферных плит. Раскаленные плиты имели меньшую плотность не могли погрузиться так глубоко, как более холодная материя. А теперь становится по-настоящему интересно. Группа исследователей под руководством Джен Сиана Ли из университета Кертин в Австралии обнаружила уникальные циклы движения земной коры и образования суперконтинентов. Ученые нашли подтверждение, что такой цикл длится 600 миллионов лет. В одном из исследований профессор Ли и его коллеги утверждают, что у Земли есть два чередующихся цикла. В ходе первого, который длится 600 миллионов лет, части суши объединяются. Во время второго, занимающего в два раза больше времени, примерно 1,2 миллиарда лет, рождается новый суперокеан. Каждый из этих процессов может развиваться по двум альтернативным сценариям, которые называются интроверсия и экстраверсия. Психология здесь ни при чем. Это геологические понятия. Начнем с первого из них. Интроверсии. Представьте себе огромный массив суши, окруженный суперокеаном. Когда начинается раскол континента, от него отделяются части. Между ними постепенно проникает вода, которая затем образует внутренние океаны. И вот мы добрались до зон субдукции, где тектонические плиты сталкиваются между собой. Постараемся разобраться в этом явлении, не увлекаясь научными терминами. Когда литосферные плиты сталкиваются в зоне субдукции, одна из них деформируется и опускается под другую. Затем обе плиты медленно углубляются в мантию. Это и есть субдукция. Литосферные плиты могут быть одновременно океаническими и континентальными, а могут относиться лишь к одному из разновидностей. Океаническая кора имеет большую плотность, чем континентальная. Потому в зоне субдукции океаническая кора опустится под более легкую континентальную. При столкновении двух континентов обходится без образования зоны субдукции. Именно это произошло, когда миллионы лет назад Индия объединилась с Азией и появились Гималайи. Итак, мы разобрались, что такое зоны субдукции. Теперь давайте узнаем, как с лица Земли исчезали целые континенты и даже океаны. В процессе интроверсии океаническая кора погружается в раскаленную мантию Земли. Внутренний океан разливается по суше, и континенты вновь объединяются. Таким образом, старая добрая вода вновь формирует новый суперконтинент. Экстраверсия. Совсем другое дело. Этот метод создает как новый суперокеан, так и новый континент. Сейчас объясню. На первом этапе, когда суперконтинент начинает разделяться, вода проникает через расколы, формируя внутренний океан. При этом не образуется зона субдукции. Точнее, она появляется не здесь, а в суперокеане, вокруг отделившихся частей суши. Затем Земля поглощает суперокеан, расширяя раскол континентальной коры. Участки суши буквально выворачиваются наизнанку. Их берега сталкиваются друг с другом, образуя центр континентов, а центральная часть, напротив, формирует новое побережье. Профессор Ли и коллеги использовали моделирование, чтобы изучить эту закономерность. Они выяснили, что в последние 100 миллионов лет эпизод экстраверсия и интроверсия чередовались. Если такая схема сохранится через несколько сотен миллионов лет, планету ждет эпизод экстраверсии, а затем она снова испытает влияние интроверсии. Вернемся к суперконтиненту Нуна, о котором я рассказывал в самом начале. Этот континент образовался в процессе интроверсии. Родинию и Нуну окружал один и тот же суперокеан, который называют мировым. Когда океаническая кора стала погружаться, родиния начала распадаться, и море исчезло. Интересно, что суперокеан возник вновь при формировании Пангеи и получил название Панталоса. Пангея распалась на части, но океан Панталоса появился вновь. Это значит, что он пережил рождение Тихоокеанской плиты. Как мы знаем, сценарии чередуются, поэтому удалось подсчитать, что новый суперконтинент будет создан посредством интроверсии. Индийский, Южный океан и, вероятно, Атлантический исчезнут, а Тихий расширится. В результате появится совершенно новый океан. Гипотетический суперконтинент будущего получил название Амазия, потому что предполагается, что Азия столкнется с Северной Америкой. Ученые утверждают, что Тихоокеанская плита опустится под Евразию и Северную Америку. В доказательство приводится тот факт, что в прошлом западная часть Тихоокеанской плиты ушла под Филиппинское море, и в результате появилась Марианская впадина – самая глубокая часть Тихого океана. Но это лишь теория. Специалисты изучали разные модели движения континентов, чтобы проанализировать вероятность экстраверсии или интроверсии. Группа профессора Ли, изучив молекулярные изменения в древних породах, заключила, что сценарий интроверсии наиболее вероятен. В общем, все зависит от движения литосферных плит. К сожалению, пока неизвестно, что является причиной субдукции. А еще в научном сообществе нет единого мнения о том, когда плиты начали двигаться. Некоторые утверждают, что это случилось через несколько миллионов лет после образования Земли. Другие говорят, что процесс начался спустя 2-3 миллиарда лет. Но мы теперь хотя бы понимаем, каким образом Земле удается выворачивать континенты наизнанку. И мы знаем, что этого, вероятнее всего, не произойдет при формировании новых частей суши. Сегодня литосферные плиты, включая австралийскую и африканскую, движутся на север. Подсчитано, что через несколько сотен миллионов лет, меня тогда уже не будет, все континенты, за исключением Антарктиды, объединятся на Северном полюсе, сформировав Амазию. Что будет с человечеством? Чего ожидать от климата нового суперконтинента и сумеет ли природа приспособиться к изменениям? Оставим эти вопросы ученым. Или обратимся к гадалке. Если вы сегодня узнали что-то новое, лайкните это видео и отправьте его друзьям. А вот еще несколько интересных роликов. Просто нажмите слева или справа, присоединяйтесь к Эдми и наслаждайтесь.